Марта, Татьяна, всего называть дочка в три года, не хочешь, чтобы звали ее по имени. Здравствуйте, Юля, здравствуйте, Татьяна. Вопрос такой, может ли у ребенка в три года это кризисом? Может ли у ребенка в три года это кризисом, негативизмом, если дочка постоянно говорит, я не Вика, если обращаешься по имени, спрашиваешь, а кто ты, говорит, никто, называй меня никто. Потом неделя, она Винни-Пух, потом милашка, и по-разному придумывает себе имена в зависимости от ситуации, в которой оказался, где что услышала. Злится, если я ее зову не так, как она хочет. Это у нее игра, видимо, такая точка. Стоит ли из-за этого переживать? Такое длится уже достаточно долго, полгода, наверное, точно. Нет ли у нас каких-либо нарушений в самоидентичности? Вот как, одним текстом, капслоком. Так, было у нас такое видео, оно находится, мне кажется, в плейлисте воспитания под названием, ну да, что там это, называй меня другим именем. В общем, мы это дело уже обжевывали не раз. Давайте повторюсь, значит, не смотрели это видео. Если ребенок находится в благополучной среде, в полной семье, в прекрасной, где ее уважают, любят, ценят, и ребенок развивается в норме, все хорошо, то это игровой момент. И, как правило, он, если родители удовлетворяют этот игровой момент, то есть реально спрашивают, как тебя зовут, прежде чем обратиться, она говорит, сегодня я Винни-Пух, да, и родители целый день к ней обращаются как к Винни-Пуху до тех пор, пока там завтра не вылезет какой-нибудь другой герой, то это нормально. Если удовлетворить этот интерес, действительно поддержать эту игру, то это быстро довольно-таки проходит, потому что дети, они не любят терять, на самом деле, свою личность, если с этой личностью все хорошо. Вот. Но если ребенок находится не в очень благоприятной среде, где его принижают, не уважают, тыкают, как котенка в нос, носом во что-нибудь, только одни замечания, недовольства, похвалы, мало любви, мало, то ребенок из своего тела, из своего состояния, из своего души, из своей личности переходит в личность героя, к которому относятся хорошо, и которого любят. Вот это, да, тревожно, потому что здесь уже какая-то психиатрия начинается. Ребенок оставляет свою личность, который недовольный, и принимает на себя другую личность, которая более благополучна, которую любит, у которой есть друзья, у которой есть любящие родители и так далее и тому подобное. Если ребенок ходит в одной тоже какой-то личности уже полгода или год и получает за счет этой личности повышенное внимание, допустим, у меня кошечка какая-нибудь там, кошечка, кошечка какая-нибудь, да, и все, у, ты моя кошечка, ты моя хорошенькая, ты моя пушистенькая, полосатенькая. И если она получает больше заботы, находясь в теле кошечки, чем когда она просто девочка там Маша, то здесь нужно задумываться, значит, не дается в жизни ребенка столько любви, заботы и внимания, сколько бы хотелось бы, находясь в образе кошечки. Ну, это вот решать самим, если сами не можете разобраться, то это нужно идти к психологу, выкладывать всю свою подноготную, чтобы психолог разобрался, все правильно у вас там, или какой-то негативизм, какое-то непонимание, какое-то, какое-то. Вот, а так вообще дети очень, у них фантазия, они очень восприимчивы, у них воображение развито, фантазия, и если они там где-то что-то увидели, прочитали, свидетельны чего-то стали, и если это их очень сильно впечатлило, конечно, они в это время, в это будут очень долго играть. И если это не поддерживают, то это вообще останется, но нужно это дело проиграть, удовлетворить, и тогда как-то отпускаются, уходят. Вот, и там это видео найдите, потому что я рассказывала, если вам не нравится, как вылезать из этого образа, что делать родителям, какие фразы говорить, чтобы вылезти из этого образа, там длинное такое видео, посмотрите, пожалуйста. 19 марта, Татьяна, дочка в 3 года, не хочет, чтобы ее звали, по имени ответили.